Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель у студии працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. На Гомельшине освоили комплексный ремонт энергонасыщенной сельско-господаршей техники. В Гомеле пришла коллегия областной инспекции Министерства по податках и сборах. Сегодня означается Татьянин день. Синоптики попереживают обрезки по холоданию. А зараз об этом и иншим больше подробязно. На Гомельшине освоены комплексный ремонт энергонасыщенной сельско-господаршей техники. Его необходимость ломашится в первую чергу достатково протяглым термином эксплуатации тракторов. С процессом подрыхтовки до весенних полевых работ ознайомился Олег Сентюров. У тим, что в основе этой палетки будут засеяны, нема никаких сомнений. Размова об тим, на койке будут вытремлены оптимальные термины селбы и агротехнические потребования. От этого у значной ступени будет задержать сегодняшний уроджай. От годливого предприятия до сучасного комплекса по ремонте сельско-господаршей техники. Необходность такой переориентации на Гомель-Абл-Агросервисе тумачится просто. Зараз у господарка Гомельской области працуют каля тысячи энергонасыщенных тракторов. Причем средний термин их эксплуатации складают уже каля восьми годов. Каля ранее особные детали отновляли на разных предприятиях. Теперь усе работы можно проводить в одном месте. Специалисты прошли научение на фирмах-вытворцах. И теперь без проблем ремонтуются навод импортные руховики Дятройц и Дойц. Задейничаны и местовый науковый потенциал. Ученые технического университета, например, распроцовали систему контроля, аналогу якой пакуль нема нигде. Диагностика методом вибрации и шуму. Значит, мы уже на стадии приближения к практическому применению данной системы. И считаем, что эта система имеет место жить. Амаль 90% работных работ зараз проводится непосредственно в усествах господарших предприемствах. Это як минимум больше танна. Але без специализованных организаций усе ровно не в истисе. Тем больше, что непосредственно на Гомишине технику не только одновляють. У рамках программы импортозамещения на том же Гомель Агрокомплекте импортные детали на глибо-працовщих агрегатах почали заменять на айчинные, причем без страты якости. Уречься на передеотказный период, який не подно провести без сбоев. Конкретные термины початку весновых полевых работ пакуль не огучиваются. А вот планы по подректованию сельско-господаршей техники уже вызначены. До первого соковика усе тракторы и агрегаты, якие будут задельничаны на поселной, повинны быть полностью готовы до работы. На сегодняшний день готовность энергонасыщенных тракторов составляет порядка 85-87%. Посевных почвообрабатывающих агрегатов – порядка 75%. Поэтому остается у нас порядка 40-50 дней до выхода в поле. Я думаю, что я уверен, что данная техника вся будет отремонтирована и вся 100% уйдет в поле. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». Тем часам Гомсельмаш ведет работу по поширении географии поставок комбайнов у паудневой окраины. Наприклад, на выпробовании у Судан плануется отправить сборжу-уборочный комбайн КСК-575. Это одна из самых новых распроцовок эконом-класса. Она оптимально подходит для невеликих и средних предприемств, которым потребна компактная и маневранная техника. Зараз с африканскими партнерами идет отмеркование документов по оформлению билерского контракта, а так само умов, на яких будет предоставлена техника. Разглядается так само пытание поширения поставок комбайнов у Турцию, а в лютым у Камеруне пошнутся выпробования бавонно-уборочной техники. Сегодня у Гомеля пройшла коллегия инспекции Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области. Головное питание на парадку дня – выники работы в минулом году и задачи на 2016-е. Мадай самые значные проблемы с наполняльностью бюджету выкликаны перебоями у работе широку буйных промысловых предприемств. Только от деянности Мазырского нафтоперепроцовщего завода летость недотримана больше 130 миллионов рублей. Разом с тиму целым местовые бюджеты выконаны на 101,7%. Основную долю у поступлениях на Гомельшине забеспечивает державный сектор экономики. Доля приватного – амать 25%. Опроча подведения выников работы за минулый год на коллегии окреслены основной на герунке все летней деяности. У приватности податковой инспекции плануют больше активно працовать с насельством у пытаниях сборов на финансование державных расходов. Значная увага будет надаваться, так само бороться с безнезаконными видами деяности. Обозначим задачи, которые стоят перед налоговой инспекцией на 2017 год, в том числе исполнение плановых назначений по 2017 году, определим конкретные мероприятия по проведению контрольной работы налоговых органов, рассмотрим вопросы контроля за незарегистрированной предпринимательской деятельностью, также уделим внимание работе с электронными сервисами. До инших тем стали вядомые команды, які примут удел у чемпионата республики по интеллектуальной гульни, что дзекались, а род школьников. Попередний тур пройшел на минулых выходных. Путевки у финал разыгрывали одночасово по всей краине на 22 пляцовках. На Гомельшине это был областный палат творчести, дятей и молоди. У синхронных туры удельничали больше, как 150 человек с усой в области. 27 команд у трех взрослых категориях проставили полтора десятка моцнейших клубов региона. Головным было набрать, как мога, больше от школ. После гульня у выниковой личбы Кожная в область накеровала у Минск, где выники сумовали и выбрали 40 лепших команд краины. Особенно радостно за наших гомельчан, потому что вот у меня полные руки дипломов. Это наши региональные. То есть во всех возрастах, и школьники, и ювеналы, и дети, во всех возрастах первое место заняли гомельчане. Теперь главная задача сейчас готовить старших к участию в чемпионате республики в своем возрасте, готовить младших в своем возрасте. То есть обычная наша, обычная тренерская педагогическая работа. Сяро 426 команд у всей республики. Две гомельские команды – Оладар Овечак и Тыгры в линейку – оказались в лику моцнейших. К тому уже зараз организаторы бачать гомельчану сярод лидеров финалу, які пройдя у красавяку гэтага года. Сегодня означается Татьянин день. Ушановывают святую Татьяну и у православным свете, и у студентским асяродзе. Минамита 25-го студеня по новым стыле больше, как 260 годов тому была заснована первая ВНУ России – Московский университет. Гэтая дата супала с днем памяти святой Татьяны, якая жила у третьем стагодзе у Рымя. Так, 25-ая студеня стала днем студентов. Цікаво, что имя Татьяна, не глядяши на свое рымское походжене, лишится традиционно русским и расповсюджено у многих славянских краинах. У Гомельской области оно было популярным в 80-е годы минулого стагодзя. У 2016-м годзе у регионе Татьяной назвали 51-ю новонародженную девчонку. Все ли та шпакуль – не одно. Дарайше, по старым повер, и девчонка, якая народилась в этот день, будзе доброй господиней, а имя Татьяны наделять ей организаторскими и творчими здольностями. Прыклад тому, ведомая же храм в области Татьяна Ушакова, голос которой больше за 10 годов заявляется визитной карткой радиостанции Гомель-ФМ. Мне нравится мое имя. Устроительница и учредительница, насколько я помню, оно переводится. И мне кажется, что у Татьяны на самом деле такие есть. Все Татьяны, которых я знаю, это девушки интересные, девушки с характером, амбициозные. У них всегда есть много планов. Они всегда знают, как их воплотить в жизнь и к своей цели. Идут очень четко и до самого конца. Всем моим тезкам, всем Татьяном, Танечкам, Танюшам, счастья, любви, здоровья, всего самого доброго, мира в сердце. И пусть рядом будут только любимые люди. Синоптики попередживают обрезки похолоданий. Уношна 26-я студенья в регионе очагается от 12 до 17 градусов морозу. У полношных районах до минус 20. У день будет от 6 до 11 морозу. Опадков не прогнозуется. На особных участках дорог заховается гололёдица. Да и рекомендую без необходности не выезжать на особистом транспорте. Ношна 27-я студенья будет так само холодной. До минус 15 градусов. А восью суботу знову потеплее. На протягу суток слухи термометров покажутся от минус 3 до плюс 2 градусов. И об спорте. Сегодня у третьем Крузе чемпионат Украины по Ганбулі сяроджановших команд Гумель на своей пляцовце состренится с Витебшанкой. До речи, насыщенными на спортивные падения чекаются и наступные дни гэтага тыдня. Ганна Ковалёва расскажет больше подробязна. 26-го студенья отбудутся черговые матчи чемпионата Украины по хоккею. ХК Гумель на домашней арене примет лидера пеншинства столичную юность. Меньчане на 18 очков опереживают гумельчан у турнирной таблицы. При этом в огненной рысе размещаются на третьем месте. У Жловинского металлурга так само соперник не с простых. На домашнем лёдзе Сталявары згуляют с Гродзенским Нёманом, який займает другое место у турниры. Або два хоккейные поядынки стартуют у 7-го день вечера. У субботу 28-го студенья мужчинская дружина хантбольных клуба Гумель проведе матч у отказ первого этапа Кубка Беларуси. Соперниками станут хантболисты Витязя. Нагадаем, у первой сустреч гумельчане отрымали перемогу с ликом 29-27. Матч у отказ пройдет у Жлобине. Гульня почнется у 15-го день. После завершения баталии финала четыреха матера у мини-футбола чекает 16-й тур чемпионату Беларуси. На выходных 28-го и 29-го студеня ВРЗ сустренится с УЗ Динамо. ЦКК на свою пляцу цепремя БЧ. Агрокомбинат Паудневы чекает у гостя команду Бориса У-900. Ганна Ковалева, Телерадио Кампания, Гумель. На этом выпуск завершенный у студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до сустреча у эферы. Редактор субтитров А.Семкин